Здравствуйте, дорогие ученики! Начинаем урок русского языка литературы, 5 класс. 45-46 урок, тема урока «Встреча с интересными людьми». Прочитайте, как определить падеж имени существительного. Выпишите существительную игра в разных падежах. Падежная игра. Ребята, начинается падежная игра. Мы знаем именительный. Кто там? Брат и сестра. Сейчас вопрос, потом ответ. Вот правила игры. Родительный. Кого здесь нет? Брата и сестры. Ты говоришь, я говорю. И рады мы игре. Дательный. Кому звоню? Брату и сестре. Играем вместе и вдвоем в падежную игру. Винительный. Кого мы ждем? Брата и сестру. В игре я падежи учу. Доволен я игрой. Творительный. С кем я дружу? С братом и сестрой. Запомнить можем мы легко все падежи в игре. Предложный. Говорим о ком? О брате, о сестре. Задать ему вопрос. Игра, игру. Игра, игру. Игра, о игре. Читаем и говорим. Десять девяносто четыре. Дайте полные ответы на вопросы. Употребляй существительный. Сестра и брат. Различных падежа. Кто к нам приехал? Кто к нам приехал? Сестра, брат. Кого нет дома? Сестры, брата. Кому я отдал? Я отдал книги. Сестре, брату. Кого я люблю? Сестру, брата. Кем я доволен? Сестрой, братом. О ком я думаю? О сестре, о брате. Упражнение двести девяносто пять. Прочитайте. Определите, в каком падеже стоит существительное дело. Велик телом, да мал делом. Дело шуток не любит. От слова до дела целая верста. И умен, и крепок, и в деле гош. Дело время, потехе час. Дело знай, а правду помни. Дворительный падеж первый. Второй. Именительный падеж. Третье. Родительный падеж. Четвертое. Предложный падеж. Пятое. Дательный падеж. Шестое. Винительный падеж. Читаем, пишем. Упражнение двести девяносто шесть. Прочитайте фрагменты из жизни замечательных людей, о чем вы узнали. Спешите, вставляя публичную букву в окончании существительных и укажите их в рот. К восьми годам немецкий композитор Людвиг Ван Витховен свободно играл на органе и клавесине. Начал учиться играть на скрипке и альце. В марте 1778 года отец заставил мальчика выступать в Кельне. Он позаботился о том, чтобы в афише был уменьшен возраст сына. Первое концертное выступление венгерского композитора Ференца Листа состоялось в Вене в 1822 году, когда юному пианисту было 11 лет. Первое сочинение польского композитора Фредерика Шопена была напечатана, когда автору исполнилось всего 7 лет. Упражнение 297. Прочитайте, какое впечатление произвел на вас рассказ об Уолте Диснея, что особенно она запомнилась. Объясните одну самую мысль текста. Уолт Дисней. Уолт Дисней американский художник, режиссер и продюсер родился в 1991 году в Чикаго в бедной семье. Его отец был плотником и фермером. В семье было пятеро детей. Восьмерительном возрасте Уолт переезжает с семьей в Казнас-Сити. Здесь у ребенка проявляется любовь к фотографии, рисованию и предпринимательству. Уолт сам зарабатывает деньги, продавая свои рисунки соседям. В 1092 году Уолт, объединив с братом, роем скудные капиталы, отправляется покорять Голливуд. Спустя несколько лет они выпускают серию мультфильмов. Освальд, счастливый кролик, пароходик Билли, где впервые появляется Микки Маус, озвучил его сам Дисней. Микки Маус, пес, плута и утенок Дональд стал самым самым любимым героем детворы. Дисней говорил, что зарабатывает деньги, чтобы делать новые фильмы. Став 1953 года миллионером, он решил создать семейный парк, где родители и дети могут веселиться вместе. В 1095 году Южное Лос-Анджелеса открылся огромный и увеселительный парк аттракционов. Диснейленд, в котором аттракционы воспроизводили герои фильм Диснея. Первый Диснейленд сделал потомку Уолта Диснея миллиардерами. Сегодня в мире есть еще три парка Диснейленда в Токио, Кариже и Флориде. Они доставляют огромную радость и детям, и взрослым в многих странах. Он произвел на меня положительные впечатления. Всю свою жизнь он работал ради того, чтобы давать людям радость. Работа в группах. Кто такой Уолт Дисней? Уолт Дисней – американский художник, режиссер, продюсер. Что такое Диснейленд? Диснейленд – семейный парк развлечений. Второе. Определите тему текста. Тема текста Уолт Дисней. Заголовок. Востороните свой заголовок к тексту. Волшебник. Третье. Выпишите из текста собственные имена существительные, обоснуйте свой выбор. Имя существительных художник, режиссер, продюсер детей, деньги, рисунки и так далее. Выпишите существительные, обозначающие профессию. Укажите, в каким существителям, осуществительным или нарицателям, одушевленным или неодушевленным они относятся. Существительные, обозначив профессию художника, в результате входит в миллионеры. Наррицательные – существительные. Четвертое. Определите поддержку, выделенных существительных из первого и второго абзаца в текста. Семье. Дательный поддержь. Отец именительный. Поддержь. Плотникам творительный. Фермерам творительный. В семье предложенной. С семьей творительной. У ребенка. Родительный поддержь. Любовь ввинительной. К фотографии дательной. Рисованию дательной. Предпринимательству дательный поддержь. Укажите поддержь, выделенного существительных из пятого и шестого абзаца в тексте. Его отец был плотником фермера. Здесь у ребенка появляется любовь к фотографии, рисованию, средний род, дательный поддержь. Упражнение 298. Сделайте морфологический разбор существительным художник Парк Париж. Парк. Имя существительное. Морфологические признаки. Начальная форма парк. Именительный поддержь. Единственное число. Постоянный признак. Нарицательно. Неодушевленный. Мужской род. Второе склонение. Непостоянный признак. Именительный поддержь. Единственное число. Возможен еще вариант морфологических признаков видительных поддержек. Единственное число. Мужской род. Неодушевленное. Слово Париж. Имя существительное. Означает географический объект. Морфологический признак. Начальная форма. Париж. Постоянный признак. Собственно. Неодушевленный. Мужской род. Второе склонение. Непостоянные признаки. Именительный поддержь. Единственное число. Художник. Имя существительное. морфологические признаки, начальная форма художник, постоянные признаки, налицательные, одушевленные мужской рода, второе склонение непостоянные признаки, именительный падеж единственное число сделайте морфологический разбор существительных художников парк Париж укажите верный вы или неверный на ответ Уолтиснея, французский художник режиссер, неверно Леснея родился в 1991 году в Чикаго богатая семья, неверно Леснея стал миллионером 53 года, верно Леснейленд, парк аттракционов, верно Микки Мосс, любимый, герой детворы, верно Составьте Синфэнк, словах мультфильм, мультфильм любимый, интересный, развлекает, радует обучает мой любимый мультфильм Том и Джерри, пятая анимация Ребята, урок окончен, до свидания Продолжение следует... Продолжение следует...